Девушки отдыхают 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 Двое уже оженились и живут особо А еще двое допомагают Батьку и мать с огурками Хотя уже каждый мает свой особный парник Девушки отдыхают 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 Дети тоже в парнях привыкли Десять лет приходят Работают с нами И же выбирают И путь И что, так само хочешь заставаться тут, как батьки? Ты поедешь в город. А куда там в город? Что там делать? А твои сябры так само собе выбирают такое життя? Все, все тут. Зато и не хочется в город. Тут все здесь. Как думаете, в чем секрет? Чему альшанцы такие працевитые? Я думаю, больше за то, что жизнь заставляешь, что дедточок богат. Уже потом срабатывая инстинкт к своим детям, чтобы помочь им. А чему детей шмат? Звучайно, теперь в Беларуси один-два народжают, боятся больше народжать, будет тяжко. Ну, то у нас же связано, я бы сказал, люди богобоязнены по закону, библии, чтобы роджали, сколько Бог даёт. Пятру Крых укрыл, дназа опошние некольки дёнца на нагурки упало удвоя. Однако, едучи на рынок, надею, всё ж мае. Ну, вот судя по движению, допустим, оттуда едут уже пустые, то я так думаю, что паники великой нема. Али вы в каждом разе наводкали паникой, штопорой, вы кажется, вы всё равно сможете сдать. А, ну, конечно, по-любому, я такого не, это самое, мне в голову не приходит такое, что пропадут мои огурцы. Они не пропадут, просто забез цинок от дамик, пропасти не продадут. Что, Петруха, по чём дают? Пять? Да. У вас много? А я знаю, там, килограмм пятьсот, шестьсот. А ты что хочешь, чтоб чёмные чайки едят? Так ты правильно, это самое, определил по мне сразу. Я хлам не вожу, ты знаешь. Я делаю свою работу обычную, как каждый день. Вы же видели, мне надо буквально разворачиваться, как раз по девять, пять ветром рвать. Стою час, парни камни. На рынку я поразмовляла с альшанцами, які проезжают сюды заробить. Як выявилось, а шмат мясцовых едут у Менск вучиться, але у столицы не затримливаются. Так само на рынку я зауважила шмат грузовиков с российскими номерами. Чего так далеко ездите? Хорошие огурцы? 119. Хорошо покупают в Москве? Нормально, да. Хорошие огурцы здесь? Тут хорошие. И получается выгоднее сюда приехать, чем в Россию купить? Мы поддерживаем с Альшанской. Я что и помню, то из-за такого парнику. Да книжка да, что так вот без дятинства вы одразу выросли. Мы не бачали лучшей жизни, но нам и это нормально. Как такая неплохая жизнь, молодежь живет, а что там. Ну и как пожениться, не треба никуда выезжать? А теперь пожениться, можно в любую вёсу пожениться. На день можно пять раз жениться. А не в любой вёсу из девчата, так? И хлопцы? Нет, не в любой. Не в любой. И это, чтобы у мамы взять, то там, то там больше. И пенсионеру осталось у моих десяток, где еще. Ну то вам доброе, не треба шукать специально ездить? Нет, на что шукать? Они теперь сами приезжают. И ездить не надо, и тратиться не надо. Коли в выходный день я опынулась у центра Альшан, то на свои вочи побачила, кольки молоди тут живе и выходят на променад у компании Сяброу. Не веру своим вочам. У белорусской вёсцы сучасная на першу погляд кавярняя пиццерия. Проверуются, корыстается она попытом. Кафе-пиццерия только одно в районе, поэтому в связи с тем, что у нас в районе многодетные семьи, в воскресенье все приходят с детьми, и у нас поэтому столько много народов. У Альшанах и саправды, як казаус падар Пятру, большість людей вернікі. Великая частка ходзіць у евангельскую царкву. По словах пастора Владимира Чынікайлы, православная царква у Альшанах згубіла свой уплыв у 20-30-х годах, бо досланы на службы батюшка не паразумевся з вязковцами. Аднак сёння обедве конфесії живуть у згодзе. Наприклад, не так давно мясцовые протестанты сдавали гроши на званы для православной царкви. Вельми незвычайная видовище побачиться автомобильные корки у вёсцы, але у Альшанах гэта махчыма. На машинах, купленных за огурки, жихары вертаються з евангельской царкви. Приемно бачить, что у Беларуси есть вёзки, где не разваливаются старые домы, а на дворот будуются новые. Новый дом для себе побудовала и местовая жихарка Наталья Тарасенко с мужем. У их уже четверо дятей, треба шмат жилёвой площы. Колисти батьки Натальи разом з ёй малой з'ехали у США по лепше житё, а леп раз шесть год вернулися уродные Альшаны. Но вы сами отчуваете, что вы, Альшанцы, троху адрознюетесь от инших беларусов? Ну, если только скажешь, что землю не боимся, то ищу. Пока я гуляла по Альшанах, праца Пятра не заканчивалася. После рынка ему треба шмат доробить у парняках, поливать огурки, регулировать люки для проветривания. Часом нават треба другий раз за день сбирать уроджай, коли шмат наросло. У каждом разе у парняках постоянно повинен хтось тезнаходиться, кабрыагавать на змены на дворье. А это место, где целую весну хлопцы, тут был диван такой был. Тут целую весну топили, ну, подкину уже, допустим, я к ней еду. Так, тут 30 печей и там 7 печей, представляете? Все же, это надо обойти, подкинуть, потом вернуться, полежать немного, попить кофейку и чтобы не заснуть, как холодно, чтобы не затухлись печи. И опять надо бегом по кругу это все. И тут, на этой проход, через две задние двери, вот видите, большие двери, трактором сюда дров навозим, навозим, чтобы уже ночью легче было. Готовый дров, уже пришел, упал на колено, наложил дров, да и побегает другой печи. И каждой надо наклониться, и вовремя, чтобы не затухло. Под вечер я забрыла у старую участку Альшан, где каждый ковалок земли на улику, але и тут во всех дворах стоят парники. С подареной Наталье, яка опустила меня переночевать, цеплицу у дворы поставили ее дети. Госпады, не памятая часы, когда увезцы еще не выросчевали агурки, и она взгадывает, что этот рух начался в конце 80-х. А как? Один за одним глядели, что люди ставят, да так само почали ставить? Один за одним, один заработал, додума, то я заработаю, да и я поставлю. О, до того, это было еще дешево, и все, и материалы, и все на свете. А теперь живет дороже, теперь трудно поставить опорника. Треба вложить миллионы грошей. Альшаны славятся огурками, а везка городная, якая так само находится тут в Столинском районе, славится своими гончарами. Сегодня мы едем до одного из них, Александра Аучынникова. Все, не менее, погодился подкинуть Миколай. Сам юн житковича у Альшанах бывал не раз. Кажа, бачная розница с иншими везками. Не, ну, видно, даже вот, ну, бурю заед, сразу же видно. где люди работают, а где нет. Кто хочет денег заработать, то и работает. Одно у них только строится, столько, наверное. Уж нигде. Добрый день. Здравствуйте. Я одразу зауважила, что тут живет Гончар. Столько горчков у вас у дворы. Мы вместе с женой занимаемся этим ремеслом. Она больше как бы лепит руками, ручной лепкой занимается, а я кручу на круге. Там у нас есть готовые работы, пройдите, посмотрите. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Александр, я ведаю, что вы не так давно тут живете в городной, в этом крае Гончаров. Как вы вогули сюда потрапили? Ну, вообще, то, что можно увидеть сейчас, не всегда было так. И буквально пять лет назад моя жизнь, она отличалась совершенно. Это сейчас мы можем увидеть свою территорию, свой дом, любимое дело, жена, ребенок. Но когда-то моя жизнь была другая. Там были наркотики, алкоголь и судимости. Вот такая жизнь была. И все это в один прекрасный момент мне надоело. И как бы я захотел что-то поменять. И я нашел через интернет христианскую программу реабилитации, обратился туда, и там как бы приехал на собеседование, и мне предложили помощь. Просто прими вот как бы то, что написано в Библии, например, и мы тебе поможем. Ну, то есть оно тебе поможет. И я как бы принял решение, что надо попробовать. И я заканчивал такую вот программу реабилитации. Потом третий этап идет распределение по городам. Человек уже адаптируется к социуму, и здесь вот есть такой центр реабилитации, филиал от миссии возвращения, где помогают людям вот таким несчастным, как когда-то был я, алкоголикам и наркоманам. И тут вот центр гончатства Республики Беларусь, эта земля вообще, она стоит на глине. И здесь очень много гончаров, и об этом ну, как бы мы все знали. И уже сами мои руководители предложили мне, как можешь попробовать как ремесло, может это когда-то тебе в жизни пригодится. На тот момент мы еще не знали, во что это может обернуться, потому что сейчас и на базе центра реабилитации есть гончарный цех, сувенирный цех. Ну, это мои все, мои цеха, которые я открыл рядом, чтобы также людей обучать этому. При этом вы свою працу не облегчаете. Я бачу, что вы экспериментуете. например, эти ваши выработы вельми незвычайные. Я знаете, что понял. Ну, вот, смотря вообще, как здесь погибает это ремесло. Гончары уходят в вечность, умирают, мастерство. Не то, что не передают. Молодежь не хочет учиться. И если вот так вот брать, почему потому, что само гончарство не развивается. Вот, когда я увидел традиционные выробы местных майстров, это 3-4 посуды и больше ничего. И вот они все это делают. Это со временем теряет свою актуальность только где-то вот в каких-то вот с Минска могут приехать там, которые вот у них магазин исторического там, ну, вот взять какие-то такие перекупщики. И все это дается за бесценок и оно не развивается. И поэтому молодежь, она не хочет заниматься этим. Я принял для себя, что буду заниматься этим ремеслом. И я понял, что в этом надо развиваться. Надо делать формах городенских. Я всех умею делать. Но именно основной принцип моего ремесла тут практически городенских форм нет. Что-то похожее может быть, что-то похожее может быть, вот как сама форма, но совершенно другой стиль. Надо экспериментировать, надо развиваться в этом плане, надо вносить что-то новое, и тогда это будет жить. Я думаю, в вашем выпадке это могло быть иншее ременство, например, опрацовка древа, это только глина. Знаете, во что я верю? В Божий план на жизнь каждого человека. У нас есть право выбора, мы можем не выбирать идти по духовному пути Божьему. Если ты выбираешь, то Божий план в твоей жизни исполняется. Поэтому я думаю, что это Божий план на мою жизнь. Вельми судовно, что ременство и творчество может изменять до лучшего человека и света, так само отражать традиции восьмой этой местовости. Дякую вам великую за размову. Ну и встречаемся на дорогах Беларуси и подорожах автоспинам. Редактор субтитров